Всем привет. Да, сегодня я буду говорить, может быть, для некоторых очевидные вещи, может быть, нет. Но, во всяком случае, я эту тему решил поднять, потому что постоянно сталкиваюсь с какими-то такими вопросами. И, да, сталкиваюсь, что даже иногда опытные фрилансеры не учитывают какие-то моменты. Поэтому делюсь своим опытом. Мой опыт в этом плане, он разный. То есть я как был ордером и, собственно, человеком, работодателем, который искал аутсорс-студию для продакшена, либо работал с фрилансерами. И также я был, собственно, фрилансером на многих проектах. Поэтому именно вот этого опыта иногда художникам не хватает посмотреть на все это с другой стороны. Но начнем мы не с этого. Мы также поговорим про организацию времени. И это такая как бы моя система, которая родилась скорее из невозможности нормально себя организовать. Вот просто из тех вот систем, которые я часто встречал и читал по тайм-менеджменту. И я пытался разобраться, почему это происходит в принципе. Потому что если вы подумаете, как происходит творческий процесс, если в этом чуть-чуть поковыряться, поразбираться, творческий процесс включает в себя огромное количество различных ассоциаций. Вы одновременно их подключаете и одновременно их развиваете. И это очень плохо работает вместе с организацией времени, вообще ощущением времени. Может быть вы себя помните во время вдохновения или чем-то вы занимаетесь, вы вообще теряете это ощущение. Потому что само время довольно линейно. И поэтому все вот эти системы, они немного не работают для художников. И в моем случае тоже. Все системы тайм-менеджмента в основном говорят о том, что вы должны строить план четкий, должны ему следовать, должны как бы создавать отчеты для себя самостоятельно. И у меня чаще всего я недолго мог следовать таким планам жестким. И чаще всего это приводило к какому-то неудовлетворению. Я себя корил за то, что вот где-то что-то не получается следовать. И в итоге я пришел к какой-то системе, которая может быть не для всех подойдет, но у меня она работает и она довольно гибкая такая, нелинейная, скажем так. Но сперва такие важные моменты, может быть очевидные, но они довольно важные, которые может быть даже изменили чуть-чуть мое видение на каком-то этапе. Первое, это важно все-таки направление, не цель. По многим причинам направление, это например арт вообще. Там может быть видеопродакшн, там может быть концепт-арт, может быть 3D, все что угодно. Это общее такое направление, которому вы следуете. Также можно воспринимать направление как вот проект. Проект это скорее некое направление, с которым вы работаете, а цели конкретные это задачи, которые он формирует. Если вы работаете на проект, вам может быть в принципе нормально, комфортно работать над даже неинтересными задачами, если вы понимаете, что формируете клевый продукт в конце. и вам он нравится. И все это о том, что цели где-то в конце, если вы только на них ориентируетесь, то только они приносят вам удовлетворение, а не сам процесс. В общем, идея в том, чтобы построить некий сбалансированный процесс, который приносит вам удовольствие. Второе важное, собственно, удовольствие, потому что важно не все успеть, а важно, чтобы получать удовольствие все-таки и найти некий баланс. И еще что важное я понял, что отдых это по сути смена деятельности, то есть мозги как сами по себе, они не отдыхают, всегда работают, но у них есть два базовых режима. Это режим активный, где они потребляют много энергии, такой вот когда вы что-то создаете, когда вы активно чему-то учитесь, и более пассивный режим, когда вы используете собственные шаблоны, собственные наработки. В общем, занимайтесь рутиной. Она бывает и в рисовании, например. Если вы знаете, что и как делается, например, вы красите, и вы знаете, как это делать, то это может происходить почти на автомате. Это значит, что в этот так называемый отдых можно засунуть другие задачи, рутинные задачи, и таким образом, в принципе, повысить свою продуктивность. Последнее, в общем, смотрите на других, потому что иногда, если кто-то очень сильно парится, что он многое не успевает, это не совсем так, потому что вот те, кто не парятся по этому поводу и ничего не успевают, вернее, те, кто не успевают по-настоящему, действительно ленивые люди, они обычно не парятся. В общем, да, там, например, Репин или Ломоносов очень-очень жаловались на то, что они ничего не успевают. Но очень много делали. Собственно, к чему я пришел? Все очень просто. Это выглядит примерно вот так вот. Ну, в общем, есть некие задачи, которые нельзя пропускать. Они прям очень горячие, они прям срочные, да, и туда иногда попадают и рутины, туда иногда попадают и рабочие задачи, да, все, что угодно. Иногда вот нельзя пропустить. Потом есть задачки, которые уносятся в рабочие, ну, там фриланс, рабочие, это по сути то же самое. Есть рутины, то есть иногда там может быть поиск референсов, ответы на e-mail, то есть что-то такое небольшое, что в принципе легко сделать и на это не тратишь много времени. Отдельно от этого есть проекты. Это очень важный момент. Сейчас я к нему вернусь. Собственно, как я работаю? Здесь нет жесткого порядка. Я считаю это эффективным и действительно, в принципе, на практике так получается. Я смотрю, что у меня сейчас, что мне хочется делать, беру какую-то задачу с work, работаю над ней, работаю так, чтобы сильно не устать. Обычно я для этого использую там программку work wave или любой другой таймер, потому что если ты чувствуешь, что ты уже вообще настолько зарисовался, что ты реально устал, то не очень эффективно дальше работать. Поэтому это где-то час, 45 минут, в общем, как. Потом я переключаюсь. Переключаюсь на рутины. В рутинах главное не залипнуть, то есть потратить на них 15 минут, а не 2 часа на поиск референсов. Поэтому лучше тоже поставить какой-то небольшой таймер. Я могу вернуться потом к рабочей задачи, которая та же, но могу посмотреть на список и взять что-то другое. Вообще, мне кажется, очень эффективно работать над многими задачами одновременно. Кто говорит, что там на переключение от одной задачи к другой человеку надо 20 минут, это никакого подтверждения я в этой информации не нашел. И вообще, если бы так было, то, извините, урок 45 минут, вы бы ничего не усвоили за него. Только 20 минут въезжали бы. О чем вообще он? На самом деле человек, наоборот, очень эффективен в многозадачности. В линейных задачах калькулятор гораздо эффективнее, чем мы, в принципе. Гораздо быстрее работает. Вот. И точно так же и работать над проектом. То есть, например, это гораздо эффективнее, если вы работаете одновременно над многими персонажами, над многими элементами. Я их сразу набрасываю в каких-то силуэтах, в каких-то массах и переключаюсь довольно быстро. Я не заканчиваю. Закончен силуэт, уже понятно, что за концепт, можно делать что-то другое. И сразу же делаю по два, по три на листе. Таким образом, в целом, по конкретной задаче, например, может идти чуть-чуть медленнее, но в целом зато у тебя сразу формируется некая общая картина над проектом. Ты легко сравниваешь, у тебя он такой консистентный получается. И в целом получается быстрее. Все двигается быстрее. И поэтому вот такой, на самом деле, довольно простой способ. Здесь есть отдельно графа промо, где, куда скидывается, подготовить видео, еще такое, что-то поработать для портфолио. То есть то, что мне интересно делать, когда у меня есть время, я думаю, чем бы мне заняться, где я хочу переключиться. Рутины там может быть и как переключение, в общем, главное, чтобы было переключение деятельности. То ли на какие-то вот рутины компьютерные, то ли на какую-то физическую деятельность, что-то такое. Важный момент – проекты. Проекты – это все то, что вы запланировали. Это не проект по работе, например, над которым вы работаете. Это ваши идеи, ваши проекты, например, написать книгу или там сделать те же самые курсы, которые когда-то появились. Собственно, это некий проект, над которым надо работать. Что очень важно, проект может быть такой классный. В принципе, вы можете верить в то, что он получится, что его одобрят, что все будет здорово, но при этом он может откладываться и откладываться на год, на полгода. Вы можете оглянуться через год, и там ничего не сделано. Просто потому, что если сейчас конкретно у вас как бы окей зарплата, и вы нормально себе, у вас есть что кушать, его легко откладывать. Поэтому по поводу проектов есть такое внегласное правило, они должны двигаться. Неважно, по чуть-чуть, каждый день, через день, но в них внегласное правило, они должны двигаться в любом случае. Собственно, вот такая очень простая система. Берешь то, что хочется, сейчас поработать, поработал чуть-чуть, двигаешь одновременно несколько, можешь переключиться на другое, в отдых, рутины. Вот, собственно, и все. И проекты должны двигаться. Это те вещи, что я иногда использую, когда прям жесткая система, и надо эффективно поработать. Очень эффективно. Эффективные таймеры, но я их редко использую. Это только если действительно много работы. Помидорная система, 25 минут работаешь, 5 отдыхаешь. Или в WorkRave там настраиваются промежутки, он заставляет вас делать перерывы. Essential PIM, Google Keep, это просто такие системы задач, куда, собственно, вот эти карточки, где и создаются. Любую из них я Essential PIM люблю, или Google Keep в принципе. Трелло для больших задач, и там уже можно идти по agile системе. Ну, в общем, я не буду вам про нее рассказывать. И хоббитика. Вы можете проверить, если вы не знаете, это такая гимификация ваших задач и формирование привычек. Довольно интересная штука. В начале очень эффективно работает, потому что у вас есть ответственность перед маленьким человечком, который умрет, если вы будете лентяем, собственно. То есть тоже можно проверить, если хочется. Окей. Теперь давайте о заказчике. С чего же начинается? Начинается все сообщение, и тут есть два важных, супер важных пункта, о которых очень много фрилансеров забывают. Первое – это выводной лодки. Вообще геймдев в этом плане сильно отличается. Какая-то там полиграфия или видео продакшна. У вас заказчик приходит, который на самом деле не заказчик, на самом деле он разработчик. Это либо паблишер, либо действительно другой разработчик. Выводной лодки, и вы работаете не на него, а, собственно, вместе с ним над проектом. И поэтому, в общем, разговаривайте с ним, разговаривайте, интересуйтесь. Он интересуется тоже вашими играми, интересуется направлением. Когда вы начинаете интересоваться проектом, собственно, интересоваться рынком, общаться с ним не только по поводу вашего заказа, вы, по сути, формируете знакомство. И вообще относитесь к нему как к партнеру. Понятное дело, что он заказчик, но на самом деле вы делаете одновременно одно дело. В игровой индустрии крайне редко можно встретить человека, который не понимает вообще ничего в играх. Вот как, не знаю, как в полиграфии приходит человек, он занимается металлургией и хочет буклетик. То есть здесь такого нет. Эти люди все работают часто много лет над играми. Неважно, паблишер, либо разработчик, но вы вместе с ним делаете проект. Поэтому тут самое главное, не только общаться по поводу заказа сухо, а скорее интересоваться. Не быть навязчивым, но интересоваться. Второе очень суперважное, которое, к сожалению, многие игнорируют. И это часто же в художниках. Они думают, вот я чуть-чуть опоздаю, но сделаю прям круто-круто, и вот ему понравится. Или просто не сразу же отвечает. Это суперважно. Если коротко, то предсказуемость гораздо важнее качества. Это особенно видно, когда работаешь в крупных компаниях, они ищут продакшн. Например, я работал в Кинге, и мы искали компанию на продакшн, аутсорс-компанию, чтобы запустить продакшн проекта дальше. И именно, кстати, наши студии часто там вели себя довольно непредсказуемо. То есть они пропадали где-то, у них какие-то тормоза по тесту. Они просто не отвечают некоторое время. И там это прям очень хорошо видно. С одними, то есть ты всем послал запрос, с одними уже пришлись тиммейты, они сразу же ответили, они прислали какие-то примеры, они начали работать над тестовым, какие-то присылают, спрашивают, что-то интересуются. А эти просто молчат. С ними уже идет работа. Или, ну, вот они вроде пообещали тестовое, но опять же куда-то пропали. Поэтому это очень важный момент. Если там заказчик интересуется, что вообще, что происходит, сразу же отвечайте. Если у вас пока нечего показывать, скажите, что я покажу тогда-то. То есть сразу же отвечайте. Это мелочь, но это важно. И да, покажите тогда, когда пообещали. Лучше вот, собственно, пообещайте чуть дальше, но покажите тогда, когда вы пообещали. Чтобы не было вот этого откладывания постоянно. В общении. Важно, что хотят от вас, но также важно, собственно, что вы можете предложить и что это для вас значит. То есть, потому что заказчик не всегда понимает, кто вы такой. Он нашел что-то, какую-то строчку в резюме и ко мне обращается за гейм-дизайном, например. И, ну, в общем, тут может быть так, что начали вы с того, что ему нужна 3D-моделька, а закончили тем, что он зовет вас в офис арт-директором. Такое тоже было. То есть он не всегда понимает, кто вы, поэтому не боитесь, не бойтесь рассказывать о себе, не бойтесь, собственно, представлять себя, рассказывать, что вы из себя представляете, что вы можете для него сделать. Разберитесь, что этот проект, например, значит для вас, потому что перспективы, какие-то активы, это на самом деле больше, чем конкретная работа и деньги. Ну, грубо говоря, я не знаю, как это по-другому объяснить, но не знаю, Far Cry в моем портфолио сделал больше, чем денег, которые я от него заработал. Просто потому, что он клевый проект. Поэтому, конечно же, если у вас такой проект вырисовывается, то да, вы там можете пойти навстречу, чтобы, собственно, его заполучить. Интересуйтесь. Тут все очень просто. Больше спрашивайте, меньше говорите. И снимайте недоверие, но очень важный момент, тоже все важное на e-mail. Потому что вы можете доверять заказчику, он может быть очень классный, но в какой-то прекрасный период там меняется продюсер, там уходит арт-директор, и вообще никто не знает, кто вы такой, что вы утвердили уже, и вообще за что вы договаривались. Всякие скайпы, это все классно для общения, но в конце просто суммируйте и либо попросите его прислать e-mail, который, собственно, подытожит это дело, либо сами спросите. Вот на e-mail написали, вот столько-столько договорились, все так, все правильно, он отвечает, да, все отлично. Собственно, этот e-mail потом можно будет легко переслать. Так, собственно, со всеми этапами и со всеми утверждениями, и, конечно, особенно с деньгами. Ну и дальше работы. Тут основные этапы будут, ну и, конечно, начинается все с первого этапа, где есть некий фокус, формируется, формируется техническое задание. В техническом задании, вот в зарубежной практике часто есть такой пункт delivery, который у нас почему-то игнорируют. Вот это такой пункт, который говорит, что конкретно вы должны прислать там. Два PSD-шника такого-то размера и все такое прочее. Если чего-то из этого не хватает, например, нет ArtVision, это очень частый случай, в общем, не совсем понятно, что делать. И заказчик даже говорит о том, что он вам доверяет, и он видел ваши работы, и вы такой клевый. Это скорее говорит о том, что заказчик не совсем понимает, что он хочет. Поэтому здесь соберите сами референсы, хотя бы минимальный фокус, что вы делаете. Опять же, пошлите на e-mail и скажите, вот я правильно понимаю, вот это мы делаем, вот такие референсы, стилистика такая. Он говорит, да, окей, ты меня правильно понял, отлично. И потом, собственно, начинайте работать. Ну, это чтобы исключить вот этот первый этап, где вы будете заниматься поиском. Он говорит, а, да, а я вообще-то не имел в виду там хай-тек, мне надо стимпан вдруг, да. То есть вообще, это случалось, да. Ну и, конечно, правки и сроки. И тут есть всякие подводные камни, с которыми фрилансеры чаще всего встречаются. Самый популярный из них, вот которого хочется избежать, это когда заказчик как бы догоняет правками. То есть он такой, вы вроде бы сделали какой-то этап, послали ему, он говорит, все здорово, вот поправь вот правую руку, поправь какой-то глаз и все вообще зашибись. Проходит день, говорит, вот, а можешь поправить еще чуть-чуть этого персонажа. И на самом деле это может продолжаться бесконечно. Просто вот, ну, так, как с этим бороться? Ну, во-первых, при формировании сроков делайте хвостик 30%. Это нормально в любой практике. Не обязательно это говорить заказчику, но это нормально. На всякие правки, на всякие фидбэки 30% нормально. Дальше закрепляйте этапов. Ну, собственно, этапы и количество правок мы сейчас об этом еще поговорим. Дальше, в общем-то, соглашайтесь с правками. Потому что даже если вы переспорите заказчика и убедите его, что вы правы, он все равно останется недовольным. То есть соглашайтесь с ними, а потом можете рассказывать, как вы будете делать. Ну, в общем, да. Не что я буду делать по-другому, а как я сделаю в итоге. То есть иногда можно согласиться и почти сделать почти по-своему, но, в принципе, все равно надо что-то будет поправить. И последнее тоже, что не любят почему-то художники, надо рассказывать, почему вы это делаете. Не просто вот прислал картинку красивую и заказчик ее посмотрел и ему понравится. Надо рассказывать, делиться о том, почему вы используете этот цвет, например, почему такая композиция. Потому что, ну, не надо думать, что заказчик обладает теми же знаниями в визуальной библиотеке, что и вы, теми же знаниями по композиции. Конечно, не надо ему лекции читать, но хотя бы обозначить, почему приняты такие решения по стилистике, по цвету и так далее. Теперь с этапами. Вот это основные этапы. Не надо пропускать сборы информации. Если вы работаете в команде, лучше собирать информацию ото всех, даже от тех, кто прямо не участвует. Ну, там, не знаю, подойти к программисту, к ген-дизайнеру, который вроде бы прямо к этому не имеет, но зато вы понимаете общее видение, что, в общем-то, все хотят. Дальше набросок, линейный рисунок, цветовое решение, прорисовка и финал. Сейчас мы коротко по ним пройдемся. Набросок обычно у меня выглядит вот так вот, что очень важно на этих этапах, на каждом этапе, чтобы было что-то, что вы утверждаете. Причем, чтобы не было этого, чтобы не догонял правками заказчик, вы просто сразу же договоритесь, что на каждом этапе мы что-то утверждаем, и у нас ограничено не количество правок, а количество заходов на правки. То есть, в общем, на каждом этапе у нас есть буквально два-три захода, где он пишет все правки, что можно. И, то есть, он должен написать там все, что он думает о по этому поводу, потом вносятся все правки, вы еще раз отсылаете этот этап на ревью, и он еще раз пишет, что надо поправить, и, собственно, этого обычно более чем достаточно. Если вы видите, что заказчик на каком-то этапе вот что-то такое опять пишет, типа поправим руку, а так все хорошо, вы просто пишете письмо, здесь вот все точно хорошо, мы принимаем этот этап, вот больше нет правок, отлично все. Если да, то отлично. Главное, чтобы в него не было вот этого такого не размытого фидбэка, а чтобы он сказал все-таки да, вот этап принимать. И таким образом очень легко получается и этапы принимать, потому что, в принципе, все понимают, они хотят, ты ему легко объясняешь, что все в работе взаимосвязано, и нет такого, что мы поправили руку, а потом еще что-то. Мне надо понимать вообще всю картину в целом, чтобы она нормально двигалась. И, соответственно, там тоже не вызывает вопросов, если работа где-то сорвалась, они там поменяли стилистику, еще что-то, то уже есть принятые этапы. Не просто нам работа теперь не нужна. Да, есть принятые этапы, соответственно, может быть частичная оплата. Все логично. Точно так же, если есть какие-то кардинальные правки. Например, в этой работе, вот это первый набросок композиции, мы фактически здесь соглашаемся и принимаем композицию. Да, она немного может меняться, но в целом мы понимаем, что мы о том же думаем, и все хорошо. Это обычно тоновая композиция. Потом идет лайн-арт. Здесь он, конечно, немного корявый, но ладно. Здесь, по сути, утверждается композиция, хотя тоже чуть-чуть я где-то могу что-то подвигать, но здесь мы закрепляем уже композицию, и мы ее принимаем. Да, потом идет цветовое решение. Тоже вроде бы все очевидно и понятно, но вот здесь, например, с этого этапа мы пошли на прорисовку, а потом бац, и у нас изменился персонаж. В общем, теперь другой персонаж, причем с огромным мечом, мы думали, как этот меч ставить. Но в том-то и дело, что на этом этапе, когда у нас уже вот здесь прошла прорисовка, то есть мы уже приняли цветовое решение, мы начали прорисовывать, здесь не вызывает вопросов, что если мы меняем персонажа, меняется композиция несколько, что требуется доплата. Вообще никого не возникает вопросов, потому что, понятно, мы в некие этапы приняли, а потом возвращаемся. Вот это убирает эти вопросы, в итоге он вот такой вот встал наконец-то. И потом прорисовка, собственно, и финал. Все так просто. Собственно, главное на каждом этапе это дело принимать. Ну и еще есть вопросы цены, которые почему-то мало о них говорят, хотя он довольно простой. Цена, да, надо понимать рынок, надо плавать в рынке, понимать, что там происходит. Надо часто, часто, заказчик сам легко говорит цену, если просто говорить, какой бюджет. Просто если первым спросить, то он скажет. Если это нормальная компания, обычно там есть бюджет, и это не какой-то секрет. Ну и самый простой расчет, это просто твоя зарплата, поделена на количество дней, и ты узнаешь стоимость своего дня, плюс там 20-30% на вот те самые правки и на всякие неучтенные нужды. Дальше оставляйте пространство для маневра. Тоже я никогда не говорю, когда у меня спрашивают, сколько стоит персонаж, например, я никогда не скажу, что вот персонаж стоит столько-то, потому что персонажи разные. Вот промо нарисовать, разная промо, сколько там персонажей, какая там композиция, вначале непонятно. Поэтому обычно я отвечаю так, ну зависит от персонажа, но вот этот вот стоит примерно столько-то. Это дает мне такое пространство для маневра. Если потом мне этот проект интересен, а вилка такая, ну то есть вот, например, эта вот промо стоила там полторы тысячи, а вот заказчик не тянет, но мне интересно, то я могу сказать, окей, вот это я могу сделать. Но если вы прям жестко, ультимативно говорите в нас там, у меня персонаж 800 долларов, ну если прямо совсем не совпадаете, то точно заказчик уходит, и это не ваш заказчик. Но если вы чуть-чуть не совпадаете, то как-то не очень хорошо с вашей стороны говорить, ну хорошо, я тебе помогу дешевле, ну это какой-то базар начинается, а так получается, вы действительно еще не знаете четко заказа, не знаете ТЗ всего, сколько объем работы, и просто говорите о том, сколько стоит ваша работа, вот на примере другой. Это очень хорошо и оставляет пространство для маневра. Всегда помните о том, что ответственность стоит дороже, то есть если вы делаете главного персонажа, это не то же самое, что просто персонаж, если вы делаете обложку и так далее. Ответственность, ну точно так же, как и в зарплате, скажем так, если вы лид, от вас многое зависит на проекте, по сути, и выливается в продажу. Точно так же, как разработка главного персонажа, либо обложка. То есть всегда помните о том, что ответственность дороже, поэтому эти вещи стоят дороже. Ну, конечно, берите предоплату, особенно если это неизвестный вам заказчик. Если вам прям совсем, ну, там, молодым художникам иногда очень, ну, вот как-то не по себе брать предоплату, им еще не верят, конечно, надо, чтобы было портфолио, были похожие работы, чтобы было понятно ваше качество. Но берите предоплату после наброска, например. Но все равно берите. Вообще предоплата исключает такую штуку, которая бывает и довольно популярна, когда заказчики начинают отсылать заказ разным художникам и устраивают такой себе тендер и даже не знают о том, что это происходит. Художники даже не знают о том, что это происходит. Если уже есть предоплата, то вряд ли они это сделают. Мне кажется, это нечестно, потому что получается, что заказчик сознательно понимает, что он, например, с девяти художниками из десяти не будет работать. То есть эти люди сознательно работают просто вот за так, за бесплатно. Ну и последнее безопасное. Но это такое. В принципе, не так часто встречается всякое кидалово, но то, что я говорил, e-mail для самого важного. Не давайте, может быть, сразу финал. Заказчик гораздо быстрее оплатит, если вы будете давать high-res финал после оплаты. Принимается все на более мелких версиях и фрагментах. Тестовые, всякие тестовые, они могут, существуют только, когда вы устраиваетесь на постоянную работу. А мне кажется, в фрилансе этого быть не должно. Исключение только реально крупные компании известные, то есть такие известные тендеры. И понятно, что это за компания. Понятно, что это большой пул работы дальше. И то, если вами заинтересовались. Точно надо игнорировать тесты, где сразу пишут нам, вот мы ищем художника, сделайте тестовые, слать туда. Вот это точно надо отбрасывать. И то же самое будущие проекты, которые обещают вам прибыль из… когда все продастся. Но тут надо смотреть, как вы хотите. Хотите вы этот опыт или нет? Но надо рассчитывать на то, что вы никакой прибыли там не получите. В принципе, вы в 95% случаев не получите ничего. Но даже не в 5%, но может быть 1-2%, что вдруг вы станете одними с учредителей компании, и все у вас будет хорошо, и у вас будут миллионы. Собственно, все. Если есть вопросы, давайте. Есть ли вопросы? Подойдите, пожалуйста. Добрый день, Роман. Спасибо за доклад. Я вообще занимаюсь совсем другой сферой, звуком, но примерно те же принципы, очень много полезного. Хотел уточнить по поводу базара. Вот вы говорите, если персонаж стоит 800 долларов, а заказчик говорит, не, я столько не могу. Ну так, а что мне тогда говорить? То есть если… Вы не говорили ему 700 долларов, вы сказали, вот эта работа у меня стоила 700 долларов. Если он готов за 500, и вы готовы, то окей. Уже старая работа. Да, старая работа. Я показываю ему работу, которая раньше была сделана. А сколько его работа, мне надо вникнуть в нюансы, что именно он хочет. То есть я не могу так сразу сказать, но я готов сделать это в среднем за такую цену, а мне говорит, не, и давай меньше, и я уже смотрю, соглашаться. Я не говорю, что я готов это сделать за эту цену. Я говорю, вот эта промо, вот, например, там, не буду сказать, нельзя просто шарить так. Ну скажи, вот эта промо стоила, там, например, 1700. А у него может быть другое промо, там, больше персонажей, меньше персонажей. Я могу также точно сказать, что вот больше персонажей, давай больше. Точно так же, если он так легко соглашается на 1700, я говорю, ну, у тебя же-то больше персонажей. Ну, то есть, понимаешь, есть пространство для маневра, и уже зависит от конкретного заказа. Точно так же, если тебе музыкой занимаешься, например, то ты можешь ему дать тот трек и сказать, вот этот трек стоил столько-то, но работы было много или мало, да, то есть, зависит от того, что он хочет, это может стоить чуть-чуть по-другому. Опять же, тоже, вот ответственность, иногда это реально промо, а не просто какая-то иллюстрация, и тогда ответственность тоже стоит дороже. Я понял. А если он говорит, вот, меньше могу дать, но вот могу приложить следующий проект? Так тут же же вся идея в этом, что у тебя есть пространство для маневра. Если ты не сказал конкретную сумму за вот конкретный его запрос, то ты можешь говорить что угодно. А когда я могу уже утвердить цену тогда? Ну, вот сразу же, как только уже вы начинаете обсуждать не абстрактную твою прошлую работу, а вот этот конкретный заказ. Нет, там много базара разводить не надо. У тебя просто часто, когда идет первый запрос, ты действительно не понимаешь, что конкретно ему надо. Ты не знаешь всего ТЗ, ты не знаешь, там, для чего это нужно, да, и если ему надо просто вилка каких-то цен, в каком диапазоне ты работаешь, ты показываешь на основе своей прошлой работы, и все. А, я понял. Нет, я со своими заказчиками тоже так делаю, но когда уже есть ТЗ, и вот я говорю… Да, там уже идет конкретная цена. И вот тогда он не может сказать, нет, дам меньше. Окей, так меньше или да, или нет. Ну, мое отношение к этому, я никогда не жалею, что я что-то там прогадал, какие-то там 100 долларов или что такое. Если мне комфортно работать за эту цену, я работаю. Все очень просто. Я не думаю, что, о, там может быть кто-то дороже или кто-то меньше. Но если я могу повысить, я повышаю. Ну, то есть, если у меня мало времени сейчас, я буду отбивать ценой скорее. Если у меня вообще, если я вообще могу туда втиснуть этот заказ, да, это так. Все, я понял, спасибо. Спасибо за доклад. У меня два коротких вопроса, ну, или как бы может быть обсуждение. Вот у тебя там были 6 квадратиков, ход, work, freelance и так далее. Я так понял, что work и freelance – это некий пул задач и заказов, которые у тебя на данный момент. То есть, это может быть и один квадратик, правильно? Нет, там же чек-лист большой. То есть, я все прормирую… Ну, чек-лист, да. Ну, по сути, это может быть либо объединено в одну, если, допустим, фрилансом не занимаюсь, просто проектор. Проекты, заказы. Да, как в agile есть Epic, например, и в Epic куча задач, и оттуда формируются карточки. И вот, собственно, на самом деле вопрос. Вот у тебя есть некоторый пул задач, пусть это будет work. Ты берешь какую-то задачу, да, и ты начинаешь активно на ней работать, мозг активно работает. Ты поработал, интерес немножко пропал, ты переключаешься на рутину, да? Вот эти задачи у тебя не переходят иногда в рутину? Ну, то есть, ты позанимался, да, задачей? Ты… Интерес немножко пропал, ты его не перемещаешь потом в какой-то момент в рутину? Нет, нет, смотри, рабочие задачи все-таки занимают много времени. Рутина должна занимать мало. Вся задача, весь смысл рутины в том, чтобы отдохнуть. То есть, рутина может быть, типа, пойти побегать на тренажере. Или, ну, переключить род деятельности на 15-20 минут, чтобы ты переключился и вернулся к работе. Ну, я имею в виду, то есть, получается, рутина – это не часть вот этих задач, которые менее интересны, на которых ты отдыхаешь. Это просто именно для отдыха отдельная колоночка. В принципе… То есть, они не входят, не являются. Не для отдыха, а для коротких задач, да. А для коротких, понятных задач. То есть, туда никогда не перемещаются рабочие задачи, в принципе. Ну, рутина, она является частью, на самом деле, вот этих вот задач, которые… Если это собрать референсы, то да. Окей, спасибо. Да. Ну, неплохо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.